Сегодня мы с вами поговорим о правописании гласных «о» и «о» после шипящих. Правописание этих гласных после шипящих во многом определяется тем условием, в какой морфеме, в какой части слова находится это гласное. И разберем прежде всего ту позицию, когда гласное «о» или «о» находится в корне слова. Правило здесь такое. После шипящей в корне слова под ударением мы пишем гласную «о», если есть проверочное слово с гласной «е», то есть происходит чередование, «о» меняется на «е». Обратимся к примерам. В слове «шерстка» после шипящей под ударением в корне мы пишем гласную «о», потому что есть проверочное слово «шерсть». В слове «черточка» после шипящей под ударением мы пишем гласную «о» в корне, потому что есть проверочное слово «черта». Как видите, гласная «е» не обязательно должна быть ударной. Главное, чтобы был процесс чередования «о» менялась на «е». Если этого не происходит, то есть нельзя подобрать проверочное слово, значит, в корне мы пишем гласную «о». Так это произошло в слове «шорты» после шипящей под ударением в корне слова. Мы пишем гласную «о», потому что нет проверочного слова. Или в слове «чокнуться» после шипящей в корне под ударением пишем гласную «о», так как нет проверочного слова. Особое внимание заслуживают слова «ожог» и «поджог». Здесь правописание гласной будет зависеть от того, какой частью речи является это слово. Если это существительное отвечает на вопрос «что», значит, в слове мы должны будем написать гласную «о». Что? Сильный ожог руки. Что? Запланированный поджог. Если это глагол в прошедшем времени и отвечает на вопрос «что сделал», мы должны будем написать гласную «о». Что сделал? Ожег руку. Что сделал? Поджег случайно. Теперь разберем случай правописания гласных «о» и «е» после шипящих в суффиксах и окончаниях существительных и прилагательных и в суффиксах наречий. Правило здесь одно общее. Под ударением пишется «о», в безударном положении пишется «е». Посмотрим на примере. В слове «девчонка» после шипящей под ударением мы пишем гласную «о», потому что она находится в суффиксе существительного. Камышовые заросли. После шипящей под ударением мы пишем гласную «о», потому что она находится в суффиксе прилагательного. Ударился плечом. После шипящей под ударением мы пишем гласную «о», потому что она находится в окончании существительного. Встречали горячо. После шипящей, под ударением, мы пишем гласную «о», потому что она находится в суффиксе наречия. Посмотрим теперь на примеры с безударной позиции. Реченька, грушевый, для рыжего, разговаривать певучее. В безударной позиции после шипящих. В суффиксах и окончаниях существительных прилагательных и в суффиксах наречий мы пишем гласную «е». Исключение составляет иноязычный суффикс «ер». Он всегда пишется одинаково. Такой суффикс есть в словах «дирижер», «монтажер». И исключение представляет собой слово «еще». Это наречие, которое пишется с гласной «е». А вот в окончаниях глаголов и в суффиксах слов, образованных от глагола, после шипящей, под ударением, всегда пишется «е». Посмотрим на примеры. Печем. После шипящей, под ударением, в окончании, мы пишем «е», потому что это глагол. Стрижеж. После шипящей, под ударением, в окончании, мы пишем гласную «е», потому что это глагол. В слове «тушеный», после шипящей, под ударением, мы пишем гласную «е», потому что это прилагательное образовалось от глагола «тушить». И поэтому в суффиксе такого от глагольного прилагательного мы должны написать гласную «е». В слове «ночевка», после шипящей, под ударением, в суффиксе, мы пишем гласную «е», потому что слово «ночевка» – это отглагольное существительное. Оно образовалось от глагола «ночевать».